Приветствую искателей, на связи Сергей Трошин. В сегодняшнем видео расскажу о предсказаниях мультсериали Симпсона. Там были настолько невероятные совпадения, как нам говорят, что одни из самых важнейших событий в мировой истории были предсказаны в этом мультике. Так это были все-таки предсказания или запланированные события, диверсии, теракты и постановочные выборы? Какая из версий правдивой я расскажу в этом выпуске. И да, друзья, проведя собственное исследование этого вопроса, я обнаружил интересную закономерность. Во всех русскоязычных, по крайней мере, источниках, что статьи, что видео на ютюбе, не рассказываются очень многие фундаментальные для нас с вами вопросы, которые освещены как раз в этом мультсериале. И там, друзья, рассказывается о возрождении СССР, воскрешении Ленина, прослушке спецслужбами, бомбежке Сирии, что было совсем недавно, президентство Трампа и многое-многое другое. Именно сейчас об этом я вам расскажу в этом выпуске. Советский Союз отпустит ваше... Советский Союз? Мы думали, вы развалились? Нет. Мы пошутили. Россия, Советский Союз. И... Например, в Симпсонах было предсказано падение рубля аж до 60 и даже почти 80 рублей за 1 доллар. Вот интересный момент как раз того времени. Рекомендую Москву, где за доллар дают 7 рублей. 12 рублей. 60 рублей. Мне пора. Вот такой интересный момент. Дальше. Возвращаясь к Нью-Йорку 9.11, посмотрим еще кое-какие отсылки. Сам журнальчик и еще кое-что. Вот смотрите внимательно. Вот здесь вот, видите? В зеркале отражается. Какой-то поезд едет. И в зеркале отражается взрыв как раз этих самых близнецов. Вот такой интересный момент. Едем дальше. Вот как раз к моменту о прослушке абсолютно всех граждан. Мам, может не стоит говорить так громко. И здесь дальше идут как раз ссылки о том, что благодаря этому их как раз обнаружили спецслужбы. Нет, Лиза, не может же правительство подслушивать разговоры всех людей. Ладно. Может и еще как может. Технологически это уже давно реализовано. А вот здесь как раз еще интересная одна отсылочка, которая возвращает нас и к СССР, и к различным спецслужбам. Любопытненько. Давайте посмотрим. И вот здесь смотрите. Второй этаж. Здесь на первом этаже как раз Гомера. Здесь мы видим различные спецслужбы, то есть ФБР и даже КГБ. И еще некоторые другие службы, которые по проводам их прослушивают абсолютно целиком и полностью. Я уж не говорю, что весь интернет изобретен именно американскими спецслужбами. А вот еще одно интересное предсказание о том, что при голосовании за Барака Обаму и Маккейна интересные вещи происходили с автоматами. Смотрим, как это было в Симпсонах. Электронная штуковина для голосования. Один голос Маккейна. Спасибо. А вот как это все происходило в реале. Смотрим. Это, хотите сказать, просто совпадение или вполне конкретные озвученные планы мирового правительства или каких-то иных лиц. А вот еще один интересный фрагмент из этого мультика «2001 год». Здесь любопытные вещи показаны о том, как будут бомбить Сирию. Тогда про это еще никто не знал. Ну, из простых смертных. А там, наверху, у ребят уже все было запланировано. Смотрим. В этом году есть что-то странное. Ну, ни одной из этих девушек не пришлось рожать, кроме детей. Уж я-то знаю. Нет, что-то еще. Аппа, хулиганов, сбрось бомбу. И вот здесь, обратите внимание, вот на этот вот интересный флаг. В то время таких флагов нигде не было именно сирийское ополчение, насколько я помню, которое уже появилось значительно позже, имело как раз вот такой вот флаг. Вот, пожалуйста, видите, опять отсылочка. Мы отчетливо видим флаг. Вот, для примера, он здесь еще приведен. И вот здесь еще Лиза Симпсон проводит свое собственное расследование. Очень любопытно, как реклама с помощью 25-го кадра об обратной перемотке программирует нас на различные вещи. Иступление в армию, чтобы отдать свою жизнь как последнему рабу, за чьи-то шкурные интересы. Стоп, что это? Ты нужен американскому флоту. Дядя Сэм? Так, а если перемотать назад? Иди на флот. Иди на флот. Не вербуют людей, действуя на подсознание. А знаете, что мне лично это напоминает? На ютюбе очень много роликов о том, как различные музыкальные клипы, композиции, если в обратном прочтении послушать, например, Мадонну, как она там поклоняется сатане, там, сейтен, это по-английски у них там звучит, и ты прям отчетливо слышно, если с задом наперед проиграть некоторые ее песни. То она там про иллюминатов их боготворит и так далее. И многие другие звезды сознаются о том, что они поклоняются сатане, или, знаете, на... Когда идет награждение MTV, они так и говорят, о, сатана, там, спасибо тебе и так далее. И многие другие звезды в этом сознаются. Очень странные отсылочки, вам так не кажется? Ну да ладно. Едем дальше. А вот здесь Гомер пытается высчитать массу Бозона Хиггса. Не знаю, к чему это отнести, мне кажется, это не особо существенно. Смотрим сейчас. Лиза Симпсон полетит на самолете мимо Биг Бена. Смотрим. Вот, пожалуйста, этот самолет Биг Бен. Обратите внимание вот на эту интересную башенку. А это Тауэрский мост, насколько я помню. Вот это здание. Вот, пожалуйста, тот самый Тауэрский мост. Вот та самая башенка из этого видео. Они еще в то далекое время предсказали, что это здание здесь будет стоять. Вот, небоскреб в Лондоне, церемония открытия в 2012 году. Та самая башня и тот самый Тауэрский мост. Ага, вы, наверное, тоже вспомнили «Я ужас летящий на крыльях ночи». Да, как раз он, по-моему, откуда-то отсюда вылетал. Ну или из какого-то подобного строения. Да-да, тот самый «Черный плащ». Ну, кто в 90-х любил посмотреть американские мультики, тот это видел. А смотрели их и взрослые, и дети, потому что это было для нас в новинку. Едем дальше. А вот, друзья, еще интересный момент о том, что же нам готовят. Заметили, какие сейчас фильмы снимают? Вот, в 2018 году тоже скоро выйдет интересный фильм про виртуальную реальность. Как люди целиком живут там, полностью в этой виртуальной реальности. К этому нас ведут уже много и много лет, и в «Симпсонах» это хорошо отражено. Вот, посмотрите, интересный фрагмент. «Хай, Сия!» «Привет, Сия! Как ты спал?» «Джи, я все в норме, мам, спасибо!» «Я ушла в онлайн!» «Я решилась. Иду в ультрамят на спасение своей дочери». Ну, в общем, как-то так. Это же все делается специально, намеренно, чтобы в этой жизни мы были абсолютно подконтрольны. А вот еще один интересный момент о том, что это «Симпсоны» не просто предсказывают, а просто нам раскрывают вполне конкретные планы определенных лиц у власти. Смотрим про затопление и аварию США. Были же такие события? Можете сами проверить. Но самое интересное, что нам также рекламируют, и даже не рекламируют, а готовят нас к каннибализму, а даже точнее к людоедству. Вот, пожалуйста, был там еще и вот такой кадр. Борт-проводница показывает вот такой старый журнал, на котором написано «Бизнес-уик», «Бизнес-неделя», «Каннибализм», «Новое золото». И тут жарит какого-то человека. Да и сама, как, кстати, она, посмотрите, в каких-то цепях с замком на шее. Неужто это просто дань в моде? А вот здесь еще за бугром нашел для вас интересный момент, где, в каких штатах голосовали за Трампа. И вот мы видим как раз, как это было показано в «Симпсонах» и как это было в реальной жизни. Знаете, глядя на эти две картинки, плохо здесь не вместишь никак. Ну вот так, немножко уменьшить, если масштаб. Очень и очень похоже, чуть-чуть отличается. Некоторые штаты прям полностью одинаково. Это совпадение или закономерный план? Ну вот такая информация, друзья. Что думаете вы? Симпсоны это все-таки там какие-то предсказамусы сидят, вангуют вовсю? Или это все-таки просто заговор мирового правительства или еще каких-то иных лиц, рептилоидов? Не знаю, некоторые говорят, что это масоны, евреи или еще кто-то. И, дескать, они тут управляют всей мировой политикой, экономикой и прочими важными вещами в нашей жизни. И что же они все-таки готовят для нас? А для тех, кто думает, что это все-таки единичный случай, давайте посмотрим вот такая картинка. Тоже нашел в интернете. Уж не знаю, с каких именно здесь мультиков чего взято. Вот, пожалуйста, какие-то монстры опять. 76-й год, башни-близнецы. 79-й год, башни-близнецы. Тут пожар какой-то. Пожалуйста, опять башни-близнецы, врезается самолет. 93-й год. Башни-близнецы, опять взрыв разносит. 91-й год, спайдер-мен. 9-11, башни-близнецы, Нью-Йорк. 97-й год, Симпсона. И крушение самолета на Пентагон, 94-й. Железный человек. Столько совпадений или все-таки что-то нам недоговаривает. Вот еще интересный момент по поводу восстановления СССР в Симпсонах. Смотрите. Очень любопытная, кстати, карта. Во-первых, кстати, здесь не очень даже понятно. Вот здесь вроде море, а здесь вообще как будто тоже море, хотя Каспий вроде бы тоже ограничен. При этом интересно. Смотрите, выглядит все черное море, розовым как-то сделано. Не понимаю, почему так. Может быть, нам еще что-то готовят, непонятно. Потому что территория здесь больше, чем территория СССР. Обратите внимание. Вот это, насколько я понимаю, Финляндия. Здесь вот должна быть... Вот это где-то Карелия, да? Это здесь Финляндия. А это, похоже, страны скандинавского полуострова войдут в состав СССР, что ли? Или как? И почему, кстати, интересно, смотрите. Вот это вот черное море с азовским розовое. И вот эта вот часть тоже розовая. А вот еще в Симпсонах интересный момент, где Путин на коне говорит, что Трамп победит благодаря хакерам. Ну, такой бред с телевизора нам уже говорили, так что предсказаний в Симпсонах все больше и больше. А вот еще один интересный момент про 11 сентября. Вот здесь кадр из фильма «Матрица», «Нео», его паспорт. И он действителен до 11 сентября 2001 года. Совпадение или нет? Именно в этот день произошла катастрофа в башнях-близнецах. А вот еще интересный момент. Здесь мы видим тоже Симпсонов, и у них здесь новости. Пекин атакует. Смотрите, Чина отправляет ракеты на США. Будет ли такое или нет? Или это больше похоже на то, что у нас Северная Корея пугают? И американцы просто, или точнее, мировое правительство решили переграть, и пусть это будет не Китай, а Северная Корея, или что? Или это все еще будет в будущем? Ну, еще более любопытная информация – это строение нашей Земли. Обратите внимание, вот сейчас слева карта товарища Котлерова. Где вот Африка, пожалуйста, вот это Евразия, вот этот аппендикс, это Северная Америка, вот это Южная Америка, это Гиперборея, это Асгард, Агарта, это Антарктический поезд, так называемый. А вот этот аппендикс, вот здесь вот это то, что мы с вами называем Австралией. С ним можно соглашаться, можно не соглашаться. Но знаете, когда я вижу в мультсериале Симпсона вот такую интересную карту, смотрите, очень напоминает, вот прям эти очертания все, да? Так или иначе, хоп-хоп, хоп, наводит на кое-какие мысли в свете всех тех предсказаний, или скрытых, или открытых планов, которые нам сообщаются от некой мировой элиты, правительства, теневого, пятой колонны, демонов, там, я не знаю, кого там еще можно приписать. Но, тем не менее, возникают вопросы, а где же мы с вами все-таки живем? Что здесь творится, и что нас ждет в будущем? Вот на таком интересном измышлении я заканчиваю сегодняшний ролик. А что думаете вы? Пишите свои впечатления в комментарии. Возможно, у вас есть еще какие-то свои собственные предсказания. И да, друзья, если информация оказалась вам интересной, полезной, или даже инсайдерской, то обязательно поделитесь ей с друзьями, пишите в комментарии плюсы, в топ, если не можете написать полный развернутый комментарий. Я понимаю, что после такой информации у кого-то нет мыслей, одни эмоции. Это вполне нормально. Своими комментариями вы можете поддержать те ролики тех авторов, которые вам кажутся интересными. Ну что ж, друзья, на сегодня это все. Пока.